Всем привет! В среднем у одного из 100-150 человек наблюдается телеакия, то есть аллергия на глютен, такое вещество, которое в основном встречается в мучных изделиях. Ну а некоторые выбирают безглютеновую еду как один вид из диеты, потому что это здоровое питание. И сегодня мы пришли в гости к Херменису, чтобы узнать некоторые рецепты безглютеновой еды. Чао, как дела? Отлично! У нас тут много разных продуктов. Да, сегодня будем готовить пасту без глютена с соусом. Приготовим два вида соуса на одной основе. Глютен также называют клейковиной. Безглютеновое питание набирает все больше популярность, так же, как и веганство. Но могут ли быть такие блюда такими же вкусными? Что ж, пришло время попробовать. Это паста из красной чечевицы, и сегодня из нее мы будем готовить. Все, что мы видим здесь, все для нашего соуса. Красный лук, розмарин, брокколи, помидоры, тимьян, базилик. А еще мы же не используем молочные продукты, а значит, никакого сыра. Вместо него используем дружевые хлопья. А это что? Это красный перец и морская соль. Простую не используем. Потому что это полезнее? Да, благодаря морской соли наши ардерии и вены не засоряются. Когда вода вскипела, ставим вариться чечевичные макароны. 400 граммов хватит примерно на три порции. Когда паста начнет вариться в первую минуту, нужно немного ее помешивать, чтобы макароны не прилипали друг к другу, и затем оставляем готовиться. Скажите, а вы сами отсюда? Нет, я из Венесуэлы, и это уже 16-й год, как я живу в Латвии. Оторви, пожалуйста, 5-8 листков базилика. Соус, который мы сейчас готовим, называется томато филетто. Готовить его надо всего 3-4 минуты. Очень быстро. Да, для начала нарежем помидоры тонкими дольками. Почему вы занимаетесь именно безглютеновой едой? Откуда такой интерес? Ну, во-первых, потому что это здоровье. И, во-вторых, готовлю так по работе, по нуждам клиентов. Вообще, это актуально здесь? Да, не только здесь, но и по всему миру. Я жил в Испании и в Италии, и там эта тенденция растет все больше и больше. А я вот не могу представить, как можно без мяса или булочек. Но вот на самом деле не совсем. Я для себя открыл безглютеновую еду примерно 5 лет назад. Я сам не веган, то есть мясо и поесть могу, но и с соей. Но разве так же вкусно? Просто многие думают, что веганство – это тертая морковка. И много зелени. Но нет, есть масса интересных рецептов и очень вкусных. Когда помидоры нарезаны на разогретую сковороду, выливаем 2 столовые ложки оливкового масла. Туда же добавим чеснок в масле. Теперь нарезаем красный лук полукольцами. У него сильнее вкус, белый лук более мягкий. Эту пасту важно не передержать, достаточно 3-4 минут. Должно быть аль денте. Аль денте – это степень готовности макарон, когда они не переварены. И даже иногда может показаться, что они не до конца готовы, потому что они разварены. В готовой пасте добавим оливковое масло, чтобы ничего не склеилось. Лук уже начал жариться, значит, самое время добавить туда наши помидоры. Вначале вы сказали, что вы из Венесуэлы. Вот чем, по-вашему, отличаются люди в Латвии и Венесуэле? Главное отличие? По-моему, главное отличие, что мы, под «мы имею в виду латвийцев», сначала не очень открытые, потом дружба усиливается со временем. И, кстати, со временем понимаешь, что чувство юмора абсолютно одинаковое, что тут, что в Южной Америке. Были ли какие-то трудности? Вообще нет, только с языком, потому что я его совсем не знал. Но после трех месяцев интенсивных занятий я уже постепенно начал привыкать к этому языку и учить его. Последним штрихом соуса станет базилик и тимьян. Вот видишь, соус уже готовится. Теперь добавлю морскую соль. С морской солью нужно быть очень аккуратным, потому что, в отличие от мелкой соли, морская соль очень соленая. И главное, тут не переборщить. Сейчас приготовим второй соус. Его будем готовить из брокколи. Очищаем немного, как сельдерей. Теперь порежем на половинке. После этого кладем брокколи в воду, в которой варились макароны. Теперь будем выкладывать первую пасту. Это как классический итальянский соус. Теперь посыпаем наше блюдо дрожжевыми хлопьями. И они действительно на вкус как сыр. Попробуй. Итак, для нашего блюда сначала отварим макароны. Теперь для первого соуса на оливковом масле обжарим чеснок и нарезанный полукольцами красный лук. Добавим туда помидоры и базилик. Для второго соуса к уже готовой томатной основе добавим брокколи. Теперь посыпем карри, красным перцем и укропом. Итак, два наших блюда без глютена готовы. Выглядит все это очень даже привлекательно. И, конечно же, ароматы безумно сводящие с ума. Ну, наверное, сейчас самое время попробовать. Памадина. Начнем с томата филета соуса. М-м-м-м. М-м-м, нападок тебе. Очень вкусно. Да, очень быстро. И за счет того, что у нас лук был нарезан просто полукольцами, не кубиками, за счет этого тоже чувствуется лук очень отчетливо, скажем. И вообще, я думаю, что вы это блюдо точно можете приготовить, потому что вы готовите легко и, самое главное, очень полезно. Поэтому приятного аппетита!